Ты же заслуженный артистик, правильно? Да, да. Тебя не коробит тот факт, что есть люди, которые позже тебя начали петь, начали что-то делать на сцене и сделали гораздо меньше, чем ты, и пользу принесли гораздо меньше, чем ты в стране, музыке, но они народные. Нет, меня это не коробит абсолютно, потому что я немножко философски к этому отношусь. Я не отношусь к своей работе так, насколько ты популярна, есть ли у тебя какие-то там, не знаю, заслуженные народные и, не знаю, какие-то медали. Для меня главное, какую ты работу сделала за тот период, что ты была на сцене. Это для меня самое главное. Качество. Что ты принес с собой на сцену, что ты сделала, зачем ты вообще пела. Но звание важно для тебя вообще? Нет. Нет, это приятно, когда как бы по достоинству тебе вручают там имен там международного, заслуженного. Это приятно, конечно, приятный фактор, что оценили. Но по большому счету я отношусь к своей профессии так, что главное для меня то, что ты сделала. А мне это главное. Потому что все это потом уходит в сторону, в любом случае, а потом остается единственное, что это твоя работа. У нас в гостях заслуженная артистка республики, популярная певица Севдарик Перзады. Севдарик Перзады. Севдарик, спасибо, что пришла, я рад тебя здесь видеть. Спасибо, и вам спасибо. Ты поешь с 14 лет. Да. Уже 27. Да. Но это больше, чем четверть века. Как изменилась музыка, по-твоему, наша музыка, музыка в Азербайджане за четверть века? Ну, она круто изменилась, конечно же. Я помню совершенно начало нашей эстрады, азербайджанской эстрады. Я помню времена, когда азербайджанскую эстраду практически не слушали. Были концерты русских исполнителей зарубежных, и туда ходили, а на азербайджанские концерты не ходили. Не модно было слушать азербайджанскую эстраду. Это 90-е? Ну, да. Модно было слушать российскую эстраду, зарубежную эстраду. Но тогда, как вы помните, я пела в группе Rust. И это была, не знаю, какой-то революцией, может, в нашей музыке, популярной музыке имеется в виду. Это было совершенно новое звучание в аранжировке. Скажем, не побоюсь этого слова, фирменное звучание. Аранжировки, не знаю, сама стилистика песни. То есть это отвечало стандартам настоящей поп-музыки. И поэтому я считаю, что, в принципе... Ты про Rust говоришь сейчас? Ну да, Rust есть, в принципе, часть моей истории. Никуда от этого не деться. Мне уже было 16 лет, когда я пела в группе Rust. Поэтому я считаю, что возрождение именно популярной, современно популярной азербайджанской музыки имеет большую заслугу группы Rust. Имеет большую заслугу. Потому что именно с ней, я считаю, пришла популярная азербайджанская эстрадная музыка. А то, что происходило потом... Естественно, в то время поп-музыка отличалась. Мы сейчас говорим о поп-музыке, правильно? Она была чисто такой азербайджанской поп-музыки. Лет 15, так я думаю, назад, азербайджанская популярная эстрадная музыка, она стала меняться. Она стала больше турецкой. Не знаю, какой-то арабской, индийской. Вот какой-то такой смешанной, да? Притом турецкая поп-са тоже же отличается немножко. Там есть чистая поп-са и есть немножко арабеска. Эти стили отличаются. Может, у нас больше арабеска. И я подумала, когда вот такая стилистика у нас началась, я подумала про себя, что... А что будет дальше? Мне интересно, да? Спустя лет 10-15 во что превратится наша музыка? В принципе, она превратилась в то, что мы сейчас слышим. Это началось, наверное, лет 15, так скажем, назад. Во что она превратилась? Ты можешь охарактеризовать ее? Одним словом. Мне кажется, она перестала существовать. Мне кажется, азербайджанская поп-музыка, вот, сама по себе, она перестала существовать. Есть, конечно, люди, но это очень определенный, очень маленький процент людей. Притом сейчас уже даже, когда пою просто чистую попсу, ее почему-то называют джазом. Понимаете? Ты поешь чистую попсу? Да, конечно, я пою чистую попсу. Я начинала с чистой попсу, я люблю попсу. Но поп-музыка, популярная музыка, она же ведь, это ведь западная музыка, правильно? Ведь она не наша, это же не наша национальная музыка. Поэтому есть какие-либо стандарты. Но вот, к сожалению, она сегодня не... Я никаких стандартов там не вижу. Ну, давай откровенно, да? Но, но, я хочу сказать, что вот некоторое время назад я была совершенно разочарована, и я уже не верила. Потому что я такую популярную музыку слушаю, да, которую на сегодняшний день люди такую музыку слушают, что это вообще, ну, это кошмар какой-то, да. Я просто надежду потеряла, что неужели вот это окончательно, это все. Ну, вот появились какие-то ребята, и мне кажется, вот какой-то лучик света появился в тумане. Все-таки есть маленькая надежда. В результате чего испортился вкус людей, музыкальный вкус? Он испортился, потому что было засилие турецкой музыки. Он испортился, потому что вдруг на сцене не оказалось никакого такого певца или певицы, которая бы смогла взять и вытянуть нашу индустрию на новый уровень. Почему вкусы так деградировали? Потому что нами управляет свадебный базар. Потому что люди, которые поют, записывают песни, они записывают потому, чтобы с этим песнем их звали на свадьбы. Поэтому в большинстве, в большинстве, не все, они не соответствуют стандартам. Они соответствуют свадебным стандартам, чтобы они могли зарабатывать. Поэтому, к сожалению, музыка, она сегодня находится в таком состоянии. Потому что на сцене должна быть, в эфирах должна быть профессиональная музыка. Я обвиняю и телеканалов, и радио, которые начали крутить эту музыку в то время, да, еще, когда все это начиналось. Это сейчас уже ты в интернете можешь зайти, любую музыку послушать. А тогда немножко все-таки был период, когда люди все-таки сидели и смотрели телевизор, понимаете? И вот столько показывать эту музыку, внедрять. А ребенок, он что, он включает, он слышит элементарно эту музыку, и он уже привыкает к нему, к этой музыке. Он думает, что это так и должно быть. Понимаешь, ребенок? И, может быть, взрослые тоже думают, что раз показывают. Ну, у всех же должен быть музыкальный вкус, правильно? Не все же профессиональные музыканты. Не каждый обязан иметь хороший музыкальный вкус. То есть у каждого вкус... Может быть, кто-то хороший специалист, хороший врач, но у него нету, да, у него плохой вкус в музыке. Ну, что ему вот? Он что увидит, то и воспринимает. Поэтому я наши каналы тоже в этом обвиняю. Что, наверное, не надо было допускать до такой степени. Надо было все-таки ставить какую-то границу. Тебе тогда было комфортнее петь или сейчас? Тогда, 20 лет назад, 25 лет назад, на пике популярности Раста. Или тебе сейчас комфортнее в результате твоего большого опыта? И ты можешь выбирать? Тогда же, наверное, выбирать не приходилось. Да где петь? За сколько петь? Что петь? Сейчас ты имеешь возможность выбора? Я выбираю, конечно же, да. Тогда была немножко... Я не могу сказать, когда вообще было ли мне вообще когда-нибудь комфортно. Я не знаю, я не задумывалась об этом. Не знаю, я настолько всегда относилась серьезно к музыке, что, может быть, комфорт я так особенно никогда не ощущала. Потому что это был, знаешь, вот вопрос жизни и смерти. Я так к этому относилась. Если у меня был концерт, я уже 15 дней до концерта, я практически не спала. Я теряла сон. Я настолько ответственно к этому относилась. Я когда выпускала альбом, я фактически ночевала на студии. То есть я целыми днями была на студии. То есть для меня главное было это качество. Я очень много работала над одним альбомом. Года четыре. И года четыре меня не было практически в эфирах там и так далее. Потому что я работала над проектом. Поэтому комфорт, я не знаю, слово комфорт, наверное, мне не подходит. В данной ситуации. Индустрия музыки изменилась за 25 лет? Вот само взаимоотношение певца и студии, организаторов концертов. Все стало лучше. Мы сейчас не говорим о вкусах. Но все стало современнее или? Ну, конечно, что-то стало современнее, естественно. Концерты стали проходить на другом уровне. Какие-то мероприятия, корпоративы, я не знаю, аппаратура элементарно, да. Естественно, да, в этом плане есть прогресс, конечно же. Но с другой стороны... Сколько лет ты провела в Расте? Восемь лет. Нет ощущений, никогда не садишься и не думаешь о том, что это были лучшие годы моей певческой карьеры? Нет. Нет. Мне было там очень хорошо. Это для меня была большая школа. Это была моей семьей. Это были... Ну, наверное, есть до сих пор. Это мне родные люди, понимаешь? Я больше времени с ними проводила, нежели у себя дома. И не могу забыть. Конечно, я очень люблю эти годы. Я горжусь ими. Я горда этим, что я прошла через все это. Но сидеть, думать о том, что это были лучшие годы, нет, конечно же. Потому что если бы я не ушла бы, наверное, не было бы прогресса. И в моем... Говорить в мое творчество немножко неправильно. Ты имеешь полное право так говорить. Да, в творчестве. То есть, как бы я же ведь тоже старалась. Мировоззрение у меня менялось. Отношение к музыке менялось. Мое пение поменялось. То есть, все менялось. Я себя искала. И стало что-то новое. Нет, я считаю, что все так, как должно быть. Самое яркое впечатление за те годы, что ты при Лаврасте? Это наш сольный концерт. Первый сольный концерт, я считаю. Сколько человек было на концерте? Полный зал был. Переполный. Это был дворец? Да, был дворец. Мне было 19 лет. Я понимала, что это большая ответственность. И у меня практически не было возможности нормально репетировать до концерта. Мы собирались у Рошада дома в маленькой комнате. Я включала магнитофон и вот так практически весь концерт репетировала. Это была огромная ответственность для меня. Даже я не знаю, на нервной почве видишь, что я вся высыпала перед концертом. Десять дней лежала. Настолько я переживала. Наверное, это самое. А как прошел концерт? Шикарно, да. Это была большая ответственность для меня. Да, это был успех. Это был успех. Это был экзамен для меня. То есть я относилась к этому как... В принципе, я всегда так отношусь. Но тогда особенно. Когда ты последний раз выпустила песню? Песню совсем недавно. Месяца два назад, наверное. Тебе она нравится? Ты довольна? Ну, нормально. Сказать сейчас прям... Как она пошла? Неплохо. Вообще, я открою один секрет. Песня, которая мне очень нравится, она никогда хорошо не идет. Почему? Видимо, у меня не совпадает вкус со вкусом народа. Я так думаю. Она хорошо пошла? Да. Она неплохая. Значально тебе не нравится, да? Не могу сказать, что не нравится, но и не могу сказать, что прям очень нравится. Нормально. Над чем сейчас работаешь? Вот, кстати, скоро выйдет еще одна новая песня. Она немножко по стилистике отличается. Я немножко спела там в другой манере. Для меня тоже интересно. Мухтара Псейнова песня. И вот она на днях выйдет. Будет в эфире. И потом еще есть пару песен, над которыми я работаю тоже периодически. Но альбом ты выпускала последний раз давно, да? В 2009. Почему с тех пор не выпускаешь? Потому что я уже не вижу смысла выпускать альбом. Мне кажется, этот период тоже прошел, когда люди выпускали альбомы и продавали. Потому что же альбомы, в принципе, никто не покупает. Уже времена интернета, знаешь. Уже все. Эти времена тоже закончились. Ладно, а концерт когда был в последний раз? Концерт когда был в последний раз? Я уже не знаю. Не надо вспомнить, я не знаю. Ну, лет пять назад? Шесть, семь? Смотри, концерты, как это сказать? Я выступала, когда был джаз-клуб. Это было года два назад. Это были мои вечера проходили. Я выступала, в принципе, как сольный концерт. Нет, ну такой, что концерт-концерт. Большой концерт. Нет, это был последний раз в 2009 году в филармонии. Большой концерт. Если могу, о большом концерте. Ну, мои маленькие концерты, где я выступаю в маленьких клубах, они, в принципе, проходят на таком журе, как в большом зале. Почему не проводишь? Не хочу. Сейчас пока я не хочу. Слушай, я вижу вывески Дамлы, кого-то еще. Почему ты не можешь? Ты что, не веришь в то, что ты не сможешь собрать за... Нет, вопрос не в том, что не могу. Вопрос в том, что не хочу. Потому что... Как можно не хотеть? Это же твоя работа. Да, это моя работа. Я работаю над песнями. Почему? Потому что, когда я даю концерт, обычно, это бывает какой-то новый проект. И люди приходят, слышат вообще вещи, которые они никогда не слышали в моем исполнении. Сейчас пока я не работаю над такими проектами. Я работаю индивидуально над песнями. Поэтому концерты я сейчас не даю. Что будет потом? Ты поработала над песнями, сделала несколько песен. Как уже вышли песни, возможно, что я дам концерты. Возможно. В один период я дала очень много концертов. Очень много в Баку, за границей. Я хочу немного... Сейчас немного я отхожу от этого. Пока работаю над песнями. Подход немного изменился. Ну, ты же не свадебная певица, да? Понятное дело. Это вопрос? Нет, это утверждение. Но не свадебной певице, не свадебному певцу тяжело зарабатывать сегодня? Ну, относительно свадебному певцу, который целый день на свадьбе, конечно же, тяжело. За счет чего складывается твой заработок? Ну, я выступаю все-таки... Каждый день? Нет, не каждый день. Если я выступаю каждый день, то я работаю в каком-то ресторане. Ты не работаешь конкретно в каком-то ресторане? Нет, нет. Только на корпоративы, вечера? Да, мероприятия. Все-таки, да, какие-то хорошие концерты, выступления. То есть, если я выступаю на концертах, то есть, не обязательно ждавать сольный концерт, чтобы выступать на концертах. Но на свадьбу ходишь? Можно, можно сказать, что нет. Но если пригласят, ты смотришь, кто, да? Или отказываешь в любом случае? Знаешь, у меня столько друзей в этом городе, что нельзя, понимаешь, отказаться в любом случае. В любом случае, ты азербайджанка, у тебя много друзей, очень много свадьбы, ты выступаешь, естественно, да, понимаешь? Ну, это бесплатно. Хоть на каком-то, в основном, да. Еще я деньги бросаю. В отличие. Да. Ты не часто появляешься на телевидении? Не часто, нет. Почему? Но зовут-то много раз. Много зовут? Я уверен, что постоянно зовут. Постоянно. Постоянно. Почему отказываешь? Ну, возможно, к сожалению, мало передач, на которых мне хотелось бы выйти. К сожалению, мало журналистов, ведущих, с которыми мне хотелось бы общаться. Наверное, поверьте. Смотришь наше телевидение? Я не могу сказать, что я вообще не смотрю. Да, иногда я смотрю, мне интересно, я переключаю, смотрю, что, как. Но в основном нет. Но ты можешь назвать передачу, которая тебе нравится? Мне нравится пятый элемент на ТВ, да, потому что он отличается, да, от других передач. Потом какую передачу я могу назвать? Возможно, я забыла. Передачу моей подруги ходить. Да, медицинскую, естественно. Потом. Я не знаю, я могу сейчас забыть. Все же не может быть плохо, естественно. Какие-то есть хорошие передачи. Но сейчас я не могу вспомнить, к сожалению. Уровень телевидения так же сильно упал за последние 25 лет, как и музыки? Как и вкусы музыкальные, да? Да, да. Это параллельные процессы? Они неизбежно связаны, по-моему? Вот когда телевидение начали приглашать этих ужасных певцов, делать между ними скандалы, давать эти страшные песни, репортажи, я думаю, вот тогда это все было взаимно, как раз таки на одной волне. Постепенно все это стало происходить. Потому что они думали только о рейтинге, о народу хлеба и зрелище. К сожалению, никто не думал. Певцы твоего уровня не могут дать рейтинг телеканалу? Это надо у канала спросить. Ну ты как считаешь? А вообще кто определяет этот рейтинг? Я не знаю. Вот я тоже. Мне очень интересно. Я слышала, что 1500 человек, у которых дома что-то поставили какой-то аппарат, они определяют. И, к сожалению, мы зависим от этих 1500 человек. От их вкусов. Которые, да, определяют, понимаешь ли, рейтинг несколько миллионов человек, понимаешь? Я категорически против этого, понимаешь? Я считаю, что телевидение – это зеркало, это отражение народа. Не может, понимаете, не может телевидение находиться в таком состоянии. Не может. Это мое мнение. Должен быть какой-то прогресс. Ну мне просто, честно говоря, обидно бывает, когда я вижу каких-то ведущих элементарных, которых… Ну они не ведущие. Ну как они могут? Ну как они могут выходить в эфир? Позже говорить какие-то умные вещи. Учить чему-то народу. Вот как они могут это делать? Я не их обвиняю. Конечно. Я обвиняю тех, кто их туда пустил. И мне, конечно, обидно за мой народ. Почему так должно быть? Почему люди, у которых нет интеллекта совсем, вообще, нет вкуса, он диктует с эфира народу? Как это может быть? Вот что мне смотреть? Чему учиться? Или чему должны учиться дети? Это страшно. Я даже… Я помню, что я перестала в какой-то момент делать пресс-конференции. Я перестала это делать. Потому что я помню пресс-конференции, когда это было очень давно, и к какому уровню журналисты туда приходили, с какими вопросами. И то, что сейчас… Я, конечно, это не относится… Это не стопроцентно. Конечно же, есть достойные журналисты, есть достойные ведущие. Но их, к сожалению, я вижу мало. Так же, как и вы, хороших певцов, в эфире, видите, мало, понимаешь? Это вообще моя больная тема сейчас. Кстати, самый дебильный вопрос, который тебе задавали журналисты. Есть такой? Который запомнился больше всего? Он много, я даже не помню. Я, честно говоря, в последнее время интервью даю тоже мало. Потому что потом я такие заголовки читаю. Потому что то, что все важное я рассказала, это все идет в мусорку, и что-то вот они находят там, я не побоюсь этого слова, дурацкое. Понимаешь, они этим называют и вокруг этого крутят, понимаешь? Просто неприятно читать даже. Потому что я такое сказать не могу. Это не я. Или же без разрешения берут свое мнение, пишут от моего имени. Вообще кто дал такое право? Понимаешь? И вообще почему в журналистике находятся люди, которые не журналисты? Вообще как может человек писать про культуру, если он не разбирается в этом? Вот скажем, ну. Это возможно? Как может человек петь, если он не разбирается в музыке? Это, наверное, из этой же серии, да? Ну ладно, петь он еще как-то может. Ну они тоже могут как-то писать. Он поет там у себя на свадьбе где-то, он зарабатывает деньги, да? Но ведь это же выходит на профессиональный уровень, то есть это печатают известные сайты, понимаешь? Выходит в газетах. Ну как это может быть? И он пишет свое мнение, понимаешь? Как будто бы это, я не знаю, мусики шунас. И люди сидят, читают. Он имеет право или она говорит свое мнение о музыке? Это страшное дело какое-то, честное слово. Я просто реально, я желаю нашему народу, что когда-нибудь это все закончилось. Чтобы в эфире были профессиональные журналисты, профессиональные ведущие, операторы, режиссеры, понимаете? Чтобы это был высший уровень в конце-то концов. И чтобы на радио я слышала только качественную музыку. Не все деньги в этой жизни. Если бы все зависело от тебя, что бы ты сделала, чтобы все то, о чем ты говоришь, было действительно профессиональным? На телевидении, в музыке, в журналистике. Что надо сделать? Что надо делать? Добросовестно относиться к своей работе. Добросовестно. Ну это общие слова. Это не общие слова. Ну представь, что это зависит от тебя. Вот что ты сделаешь? Первые твои шаги. Вот от тебя зависит изменить ситуацию на телевидении, в музыкальной институте. Я в первую очередь буду относиться добросовестно. Я буду думать, как в своей работе, в своей праве. Я буду в первую очередь думать о качестве. Я не буду в первую очередь думать, как бы мне заработать много денег. В принципе, никогда об этом не думала, иначе я пела бы другую музыку. Я бы думала о качестве Чтобы это было круто Чтобы это было что-то новое Почему элементарно Мы смотрим турецкие каналы И мы смотрим российские каналы Да и там тоже бывает скандал Но скандал, скандал рознь Есть передача, пусть говорят Ну что, в принципе, по большому счету Тоже базар Но все равно есть какие-то определенные рамки Из которых не выходишь Есть школа, она ощущается Мы смотрим картину сюрреализм Это не тупость какая-то нарисованная В любом случае, там есть школа Понимаешь? То же самое, ты делаешь передачу Что бы ни было Мы должны ощущать школу Что да, это профессионально Как бы ни было, что бы ни было Есть какие-то рамки Но когда нет этих рамок Ты понимаешь, что не то, что школы нет Она даже рядом не проходила Это стыдно Не знаю, если бы я была бы такой Я бы, наверное, по ночам не спала бы Меня бы мучила совесть, понимаешь? Ну как так? Я уважаю своего слушателя И они должны уважать своего зрителя Потому что очень... Однажды мы сидели на одном мероприятии Там были наши корифеи, ведущие Да, которых мы с детства знаем И я у них спросила Вот вы, когда смотрите эфир телевидения Какие у вас бывают чувства? Одна очень известная наша корифея, ведущая Она сказала Я хочу что-нибудь взять и бросить в телевизор Поломать И таких людей много Я желаю, я желаю Я люблю наше телевидение, понимаешь? Я его люблю Я болею душой Я хочу, чтобы было лучше Реально я этого хочу Я не уважаю ведущих Которые приглашают гостей в свою передачу Чтобы унижать их Это очень некрасиво Это ведущий в первую очередь себя уважает С тобой так поступали? Ну нет Если бы меня кто-то унизил Я бы встала и ушла бы Естественно, я бы этого не допустила Но попытки были? Но были такие передачи Я о том, что редко хожу на передачи Были передачи, которые звали Их хотели рассказать Ну вот Что это? Просто элементарно Я понимала, как говорила О каких-то высоких материях А они говорили Там что-то совершенно вообще Не в тему, например Я понимала, что я напрасно пришла Но уже ладно Такое тоже бывает Просто, к сожалению, не знаю К счастью Я не знаю, как это назвать У меня такая профессия Что хочешь, не хочешь Я должна выходить в эфир Я не могу совершенно не выходить в эфир То есть это тоже, да, как-то Я выхожу, конечно же Не всегда это получается То, что я хочу, естественно Иногда редко, конечно Я получаю удовольствие Я так радуюсь Когда, да, это бывает То, что нужно Но, к сожалению Да, это бывает редко Что-то надо делать Кого из коллег слушаешь? Можешь назвать имена? Сказать, что я кого-то сижу, слушаю Это будет ошибкой Ну, например, есть песни, которые мне нравятся Вот Азад Шабанова У него пару хороших песен есть Сабина Бабаева Самира Мир вести, если есть хорошие песни Рауф Тоже вот молодой Еще есть певец молодой Не забыла, как его зовут Очень стильный Очень, очень стильный Хюсейн Я смотрела его клипы Очень неплохо Вот у них была какая-нибудь песня Которую ты слушаешь и говоришь Блин, жалко, что не я спела эту песню Нет Ни разу? Не было Ни с кем? Нет Такое не было Потому что каждый Каждый свой Просто Мне уже Знаешь, вот Когда я слушаю что-то стильное Я сейчас говорю О певцах В смысле Не с той Не с той категории Что какие у них локальные данные Какие они певцы Я сейчас не об этом говорю Просто они отличаются от массы И что-то стильное Я слышу там Вот это мне нравится То есть я не говорю сейчас О вокальных данных Нет Просто они стильные Они отличаются от 90% Процентов других певцов Которые есть Есть еще одна девочка Я не знаю, как ее зовут Ее на радио крутят Тоже молодая какая-то Очень классно Очень Поэтому у меня какой-то Вот луч света появился Все-таки надежда появилась Что возможно будет лучше Да Тебе часто говорят, что ты самодовольна? Да, очень часто С детства при том Когда я еще в университете училась Я всегда это слышала Но это не так совершенно То есть близкие меня люди это знают У меня видимо внешне Нет, это какой-то Жачий Да, у тебя тоже такое Одинаково То же самое говорят Но это не так Я могу Я очень стеснительна Я не общительна И видимо это дает Такой-то Бич Да, я самодовольна На самом деле это не так По ком скучаешь больше всего? По-моему Однозначно И все Все вам Разрешу тебе подарить подарок От наших друзей Разрешу Это карта Юнибанка Карта Юнимайлз Она открывается Оформляется на 3 года Это очень классная карточка Она позволяет тебе С каждой транзакции С этой карты Копить мили Которые можно потом Обменять на авиабилет Любой авиакомпании мира Ну и в этой карточке Вообще очень много преимуществ Очень много денег Очень много денег Должно быть у тебя на карте А у нее очень много преимуществ Тебя могут отвезти Бесплатно на аэропорт Если ты обладатель этой карты Тебе дают бесплатно Банковские справки Которые нужны Ей дают очень быстро Тебе бесплатно Открывают вторую карточку Если это нужно И там куча других преимуществ Это тебе Пользуйся на здоровье Большое спасибо Спасибо Юнибанк Спасибо Это была Севдалик Перзаде Всем спасибо Что пришла Всем пока